Всем привет, с вами Харрисон. И сегодня я вам покажу как зарабатывать деньги в Redangerous 3.03. Ну что ж, для этого нам понадобится корабль для уничтожения дронов. В моем случае это вультура, у него щит получился где-то 500 единиц, можно взять корабль попроще, но она не будет сложнее, ну или покруче, типа какого-то ферделанца, она не будет вообще без каких-либо проблем это делать. Ну что ж, далее летим в нашу любимую систему HR-4637 на планетарную станцию. Далее заходим в панель миссий. Не знаю, вот после выхода вот этого обновления очень долго грузится панель миссий, не знаю, это только у меня так или у всех. Но пока она грузится, я здесь уже набрал несколько миссий, ну почти вся, осталось только добрать парочку. За миссии платят, ну примерно те же деньги, вот 7 миллионов, 3 миллиона, вот часто очень попадаются миссии там за 2-3 миллиона, но мне вот как-то повезло и выпали вот по 4, вот за 2 миллиона это очень плохая миссия. 5 миллионов, в принципе сносные деньги платят, можно зарабатывать. Ну и теперь ищем эти миссии. Они теперь падают не так часто, но падают. Вот как раз 5 миллионов миссий. Заберем. Тут точно нет в этой фракции. И да, ну конечно вы не будете получать большие деньги, типа 7 миллионов, пока не прекращайте репутацию данных фракций. Так, за 3 миллиона возьмем. Так, это все не беспилотники, а корабли. Так, здесь закончились миссии, смотрим, здесь вообще нету. И здесь... Корабли, корабли. Зачем в корабли? Так, пираты. Ладно. Окей, давайте сделаем рывок. Были в частной группе и заем в соло. Вот, я вот, кстати, вот сделал уже одну фотку, чисто посмотреть сколько денег получится. Ну, у меня где-то получилось 70 миллионов. Не очень много, но, не знаю, у меня миссии попадались почему-то по 2, по 3 миллиона. Больше они падали. Сейчас вот я... Вторая попытка полета, ну то есть миссии неплохие пали. Вот, по 5 миллионов, по 5, по 4. Вот, вроде как, вот, 7 миллионов, не максимум, что падало. Вот, даже вот 8. Неплохо так. Ну, а здесь вроде 12 бесплатников, да. Так, ну, смотрим здесь что. Вот, есть за 4 миллиона. Больше нету. Вот, 5 миллионов. Ну, сейчас вот 6 миллионов, сейчас довольно-таки сильно повезло, на самом деле. В основном платят намного меньше. Так, смотрим, опять 5 миллионов, ну, не знаю. Очень сильно повезло. Так, было 2 миллиона, давайте соберем. У меня тут парочка... А, уже не можно взять. Нельзя взять. Потому что уже забито 20 миссий. Здесь нам больше вроде как... А, не вот, было на 4 миллиона. Ну, и все, походу, да. Да. Ну что ж, теперь отправляемся в ту систему, где будем выполнять эти миссии. Так, где она тут? Вот она. Я там уже в розыске. Про розыск и так далее, и тому подобное, где ее, типа, можно оплатить после фарма, я расскажу уже в конце видео. Ну что ж, запуск. Ну что, будем вылетать в систему. Фармить наших дрончиков. И, думаю, встретимся уже возле станции. Точнее, поселения. Ну что ж, вот мы и прилетели. К нашей станции, где мы будем убивать дронов. Так, доставим наши ракеты. Так, ну, сейчас здесь, как я вижу, нету корабля охраны. То есть нам, как всегда, повезло, но по нам стреляют уже турели. Они неплохо так щит снимают, потому что можно быстро долететь и сбить как раз вот эту вот электросеть поселения. После того, как мы избиваем, здесь вот начинают гвозить дрон в центр. Пару ракет туда, и они умирают. Так, и вот здесь вот один летает. Вон еще один не умер каким-то фигом. И так. Так. Ну, они все. Давайте скинем на щиты и на движки. И теперь делаем релок. Прямо здесь. Если здесь какой-то корабль вас бьет, то лучше отлетать и во время полета делать релок. Ну, так как у меня здесь, мне очень повезло, что здесь нету никакого корабля охраны, то просто вот так вот делаем релок. Теперь доставим ракеты наши, ракетные. И лотки, и начинаем стрелять опять в эту энергосеть. И как всегда, наши дрончики вылетают. Так, но сейчас по нам стреляет вот как раз Игл. Это не очень приятно, но он не сильно дамажит. Так, вот тут вроде еще один. Так, тут два корабля уже. Последнюю сбиваем. И делаем релок. Или отлетаем и делаем релок. Но я думаю, что щиты должны выдержать. Чтобы далеко не лететь. Вот для этого нужен, в принципе, щит хороший. Чтобы мы не умерли пока делаем релок, потому что без релока уже не обойтись. Раньше можно было просто отлететь-подлететь, и вывозило еще очень много дронов. Но это сейчас пофиксили. Так что только релок и спасает. Так, тут два корабля теперь. Так, успею выстрелить. Первым. Да, вроде бы. Так, ну и вот дрончики порезали. Так. Сбираем у нас. Попутно выполняются миссии. Но я не знаю, сколько примерно релоков нужно сделать. Ну. Так, ну пока никто не стреляет по нам. Сделаем релок. Как раз время ожидания меньше. Так. И обратно заходим. Можно даже не менять режим чисто соло-соло. Но лучше в открытое этого не делать, потому что могут быть другие игроки, и я не буду вам мешать. А вот в частный и в соло это без проблем вообще. Вот сейчас у нас вообще корабля нет. Вроде как. Да, нет. Чисто дрончики и турельки. И вот один. Тут вроде еще вылазят дрончики, если посидеть. Вроде два больших вылазят еще. Но быстрее сделать релок, чем ждать, пока вылезет еще пару дронов. Их реально у меня вылазило всего два. Так. Опять выходим. И загружаемся по новой. Так. Опять корабля нет. Ну, как видите, не знаю, вот. Как мы прилетели, не было корабля. Сделая один релок, корабль появился. Два других релога, ни одного корабля нет. Так. И вот этот дрончик остался. Других нету. И опять релок. И так пока не выполним все миссии. В версии 3.0, когда в 3.0, а не в 3.2 и так далее. Там можно было нормально вот фармить. Их вылазило на самом деле больше, где-то больше, наверное, 12 штук. А сейчас вылазит очень мало. Так. Теперь есть корабль. Асп. Ну, я думаю, что мы не будем понастрелять. И просто улетит. Да. Или нет. Ну, вроде, бежок он включил. Так что, можно улететь. Так. Где наш вот этот большой дрон? Так. Все. Сколько мы там уже миссий выполнили? Уже большинство миссий выполнено. Тут вот остались те большие миссии, за которые платят много денег. И там нужно сбить по 12 беспилотников. Потому... Это слегка дольше получается делать. Я специально не буду, в общем, вырезать то, как я убиваю эти дронов, чтобы... Или сколько по времени получается убить всех дронов, чтобы выполнить 20 миссий. Так. А ты куда полетел? Так. Ракетный лоток один перезаряжался. Так. Еще один миссий выполнился. На самом деле, довольно-таки простой способ фарма, но скучный, как всегда. Очень много релогов этого. Не всем очень нравится. На самом деле, можно обойтись и без релогов. То есть, вы убиваете вот энергосеть поселения, убиваете всех дронов и просто отлетаете от этого поселения, выходите в круиз и потом залетаете заново. И дроны также появятся. Что ж, не стреляют ракеты, сходу. Тут два корабля на защите, вот. Но они что-то как-то не летят ко мне. Просто улетают. Странно. Вроде, в Фронтире писали, что да, будет сложнее убивать дронов и они будут вылазить только если вы на ТРП будете и так далее, но нет. Походу, не сделали, не все как хотели. Просто теперь вроде не выдают миссии на поселения, у которых нет защиты. Так, ну вот этот Валькарь, я думаю, будет по-моему стрелять. Да, он как раз красный садится для нас и будет по-моему фига что-то. Ну мы всех сбили здесь еще. Так, а ну что по миссии у нас? Так, еще вроде две. Делаем малевок теперь, вот 15 секунд предупреждать, потому что Вайпер по нам стреляет. Так, две, одна, и опять выходим. Щиты мы не потеряли. А еще по поводу розыска, здесь вам не начисляется плохая репутация. То есть за некоторые действия, типа убийства кораблей, вам начисляется плохая репутация. Но здесь она не начисляется, здесь можно спокойно фармить. Здесь начисляется только розыск и его можно оплатить. Без проблем. Так, что по миссиям? Еще одна. По идее последний эрлог. Ну, довольно-таки много эрлогов получается. Раньше было штуки 4, сейчас уже больше. Так, щит мы еще не потеряли, а это хорошо. Так как после окончания фарма этих дронов, ну, не нужно будет уничтожать корабль, потому что если уничтожить, мы появимся в колонии. Довольно-таки далеко отсюда. Так, дрончики, куда вы полетели? Так, и что-то... Машин не пришло? Сообщение, сколько там еще варил? Один! Да как так-то? Может, где-то тут летает один? Маленький. Нет, ну и другие появятся где-то спустя минуту еще вот. Быстрее эрлог. Но здесь может быть уже корабль, который начнет стрелять. Так. Да, этот будет потом стрелять. Плохие новости. Ну, и теперь нам нужно убегать от него. У меня есть чафы. Ну, он вроде фиксирован на руде, а вообще стреляет. Так. Посмотрим, смогу ли я прыгнуть сходу в нашу систему, где мы миссии брали. Смогу, вроде? Да, могу. Но нам что-то очень сильно напихивает. Так, и... Прыжок. Летим сдавать миссии. Ну что ж, увидимся уже на станции. Итак, вот мы долетели на нашу станцию. Ну что ж, давайте сдадим наши миссии все. Вроде же все выполнились. Да, все 20. Так, еще, кстати, вот одна проблема вот этой станции. Здесь нельзя починить свой корабль. Есть один читерский способ починить корабль. Это вот здесь вот просто взлететь, отлететь слегка от станции и разбить свой корабль. То есть вы заплатите страховку, но восстановите ХП своего корабля. Ну или же вылететь на орбиту где-то здесь. Есть вот станция. Азима орбита. Ну или там починиться. Потому что здесь на станции чинить нельзя. Только можно пополнить топливо и запасы ракет. Так. Ну что ж, зайдем в панель миссии. И будем сдавать наши миссии. Так, смотрим сколько у нас было. До сдачи миссии. 1 миллиард 789 миллионов. Так, я буду брать чисто миссии, награду деньгами. А вы можете на всякий случай там брать инженерными частями. Вот 5 штук, уровень редкости 5. Очень неплохая штука. На самом деле. Ну я буду деньги брать. Так, давайте сдадим. 5 денежки. 5 миллионов. 3 миллиона. 4 миллиона. 5 миллионов. Денежки неплохие платят, но единственное нужна репутация. Есть союзная репутация и будут нормальные деньги платить. Вот иногда он даже по 8 миллионов будет не 7. Ну по 2 миллиона это очень. Очень даже так себе. Так что можно запариться и релогами брать только, не знаю, какие-то топовые миссии. 5 миллионов плюс. То есть за 2-3 миллиона вообще типа не браться. Да, уже будет даже больше чем 100 миллионов за час. Так, ну что ж, вроде все миссии сдали. Да, все. Вот наш штраф висит. И вот сколько денег получилось после сдачи 20 миссий. И так, ну еще немножко цифр. Это то, что у нас здесь, господи, где репутация. Вот она. И она здесь как бы не ухудшается у федерации. Мы ее постоянно поднимаем сдачи миссий. Так, вот мои щиты. И 543 единицы запас счета. Также по поводу преступлений. Вот, плохая репутация 0. То есть вам не начисляется плохая репутация. А по поводу штрафа. Вы можете оплатить вроде бы... Посмотрим, в этой системе можно оплатить или нет. Так, здесь нельзя. Тогда в системе, где мы вроде миссии брали. Или в соседнем. Вот сюда вот можно, кстати, корабль пригнать. Я вот так как раз и сделал. И здесь можно и оплатить как раз наши штрафы. Интерстеллар факторс. Вот у них можно оплачивать все ваши штрафы. Если его нельзя оплатить, и у вас плохая репутация 0, то нужно посидеть где-то часа 2 в игре, и вы сможете оплатить штраф. Вот так вот теперь работает оплата штрафов. Ну что ж. А с вами был Харрисон. Всем спасибо за просмотры. И удачного вам фарма. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok